Всем привет! В этом видео поговорим немного о программе CorelDRAW, а точнее рисование в ней простого дорожного знака, а точнее не дорожного, а для примера рассмотрим вот этот знак, который служит для того, чтобы люди не пинали по вашей машине, если она перекрыла им выезд с парковки, например, то есть вы просто кладете такой знак со своим телефоном под стекло и человек, когда подходит, заносит ногу, чтобы пнуть по вашей машине, а так как вы мешаете ему уехать с парковки, он видит эту табличку и вместо того, чтобы пинать, просто звонит вам, вы приходите и выпускаете человека, а вот на примере такой таблички мы с вами сделаем рисунок. Вот здесь у меня прямо в CorelDRAW вставлена растровая картинка, допустим, я ее скачал из интернета, но на самом деле я сам этот знак рисовал, но я сделал его растровым, как будто бы вы нашли где-то знак в интернете и он у вас такой вот корявый, мне нужен векторный качественный файл, но я не буду его отрисовывать прямо по контурам, да, а просто сделаю как бы с нуля, как будто бы у меня его нет, а просто нарисую с помощью инструментов Corel. Итак, у нас имеется круглый знак, поэтому мы начнем с круга. Выбираем инструмент круг вот здесь, зажимаем клавишу Ctrl и в произвольном месте вот так вот рисуем наш круг произвольного диаметра, вот так. Ctrl мы зажимаем для того, чтобы вот эти вот его размеры были равными. Если мы зажимать не будем, то мы можем нарисовать эллипс или что-то еще. Итак, мы нарисовали круг, ну давайте сделаем размеры 70 на 70, чтобы было ровно. А вот здесь вот, если вы выделите фигуру, есть замочек, если вы его откроете, то вот эти вот размеры можно выставить независимо, то есть они могут быть разными, то есть тогда вы превратите круг в эллипс. Если замочек закрыт, если вы измените один размер, скажем, напишем 70, то и второй у вас станет 70, то есть сохранятся пропорции вашей фигуры. Итак, мы сделали 70 на 70 и давайте сделаем второй круг поменьше. А для этого мы скопируем этот круг в буфер обмена, нажмем Ctrl-C и и далее нажмем Ctrl-V, то есть вставка. Ctrl-C, Ctrl-V. Вставили, у нас получилось два круга. Ctrl-Z это отмена. И тот, который у нас получился, новый круг, мы его выберем и потащим за уголок, но зажмем при этом Shift. Если мы зажмем Shift, то у нас за уголок мы изменяем размер пропорционально по обеим сторонам опять же. Делаем толщину вот красной каемки, ну на глаз просто делаем вот так. смотрим диаметр 54 вот здесь. Ну давайте опять же для ровного счета выставим 55. Далее, что у нас еще здесь присутствует? Вот эта линия. Она у нас должна быть толщиной, шириной наверное равная вот этому кольцу, да. У нас наружный диаметр 70, внутренний 55. То есть получается, что разница у нас 15 миллиметров, а соответственно, если мы разделим ее пополам, то это будет 7 миллиметров. Возьмем инструмент прямоугольник, нарисуем произвольный прямоугольник и сделаем вот здесь вот его ширину 7 миллиметров, но при этом нажмем, разомкнем вот этот замочек. 7 миллиметров, вот такая полоска. Давайте посмотрим. Видите, она у нас получилась равной. Давайте мы ее повернем на угол 45 градусов. А вот здесь вот инструмент поворот 45, Enter. И мы повернули ее. Но видим, что повернули не в ту сторону. Поэтому давайте сделаем минус 45 и будет в другую сторону. Но на самом деле есть еще вот этот инструмент отражения. То есть либо его нажмем в любую сторону можем. Теперь давайте мы... Вот у нас две эти детали присутствуют. Давайте их выставим относительно друг друга. А для этого можно выбрать вот так вот оба круга, зажать shift и выбрать линию. То есть мы выбрали все три объекта. Либо можно просто вот так их выделить и нажать две клавиши С, и Е. И соответственно у нас выравняются эти фигуры по горизонтали и по вертикали. А вот как-то так. А теперь мы видим, что нам нужно убрать лишние линии и сделать заливку. А в данном случае я поступаю следующим образом. Выбираю вот этот инструмент Smart Fill Tool. То есть это умная заливка. Выбираем и делаем заливку в замкнутых областях. Она будет действовать только в замкнутых областях, замкнутых линиями. Выделили то, что нам нужно. Теперь выделяем эти отдельные части. Вот они такими частями получились. С клавишей shift, чтобы выделить все. По очереди их выделяем. Перетаскиваем. Ага, видим, что мы все выделили. И выбираем вот этот инструмент. Называется Weld. Объединяем эти фигуры. И у нас получился вот этот готовый бублик. То, что нам не нужно, мы уже убираем. Заготовка для знака у нас есть. Давайте зададим цвет. Выделим фигуру. Вот здесь на палитре выбираем красный. И обводку, если мы нажмем на кресте, вот на этом правой кнопкой, мы уберем обводку. Если правой кнопкой мы нажмем на каком-то цвете, то обводкой сделаем. Если левая кнопка, это заливка. То есть нам нужна красная заливка левой кнопкой. И не нужна обводка. Правую кнопку нажимаем. Заготовка есть. А теперь нам нужно нарисовать машинку и человечка. Давайте начнем с машинки. Сделаем основу. То есть перед машинкой. Перед док. Ну и рисуем произвольно вот такой прямоугольник. Выбираем вот этот инструмент. У нас появились вот такие черные уголки. И просто за уголок потянем. У нас появляются вот такие радиусы по углам. Ну на глаз сделаем. Вот таким образом. Возьмем кружочки. Кружочек. Нарисуем фару. Вот так. Нарисуем колесо. Опять же выберем прямоугольник. Вот здесь нарисуем колесико. Примерно так. Выберем инструмент. Вот этот. И сделаем радиус колеса. Вот таким образом. Ну здесь нам сверху не нужно, чтобы был радиус. Поэтому мы возьмем еще раз прямоугольник. Нарисуем его. Привязав к линии. Для этого вот здесь вот на панели view нужно включить snap to objects. Привязка к объектам. Галочка должна стоять. И вы легко привяжете один объект к другому. Вот таким образом. И теперь выделив эти оба объекта, нажмем опять же weld. То есть объединить в один объект. И получаем колесо. Далее давайте нарисуем кабину. А для этого возьмем опять же инструмент прямоугольник. Нарисуем вот здесь кабину. А вот так. Выберем правой кнопкой, нажмем на выделенном объекте. Convert to course. А теперь давайте нарисуем с вами кабину. Для этого возьмем опять. Посмотрим, как она тут выглядит. Возьмем прямоугольник. Нарисуем вот здесь примерно. Ну вот как-то так. Выберем опять же вот этот инструмент. Shape tool. И потянем за уголок. Сделаем радиус. А теперь мы нажмем правую кнопку. Нажмем convert to course. Перевод в кривые. Теперь два раза кликнув на этом объекте. Либо опять же выбрав вот этот инструмент. Мы можем за узлы менять вот эту кривую. То есть выделяем объект. Выбираем вот этот инструмент. И выделяем нужные узлы, которые мы хотим перетащить. А вот эти два узла нам нужно сдвинуть вправо. Выделили их. И тащим за узелок. Удерживаю клавишу control. Чтобы было все по горизонтали. Я вот так вот делаю. Раз. А вот здесь нам радиус не нужен. Поэтому мы просто возьмем линию и продолжим ее вот так. Ну до пересечения. Вот таким образом. Теперь нужно нарисовать линию. Центральную линию вот этого большого прямоугольника. Ну я бы так сделал. Вы можете конечно какие-то свои приемы придумать. Я делаю вот так. Нахожу центральную линию. Удерживаю control. И рисую вертикаль вот такую. Далее я беру вот эту верхнюю вот эту часть. Копирую ее. Control-C. Control-V. И опять же за узелок вот так немного уменьшаю. И здесь вот подгоняю так, чтобы у меня вот это вот место и вот это были равными примерно. Ну вот как-то примерно так. Далее я беру вот эту линию, которую мы с вами рисовали. И копирую ее. Просто перетаскиваю правой кнопкой. А вот сюда вот. Нажимаю copy. Копировать здесь. И она у меня здесь появляется. Ну выставляю ее четко по линии. А вот такая схема. Беру инструмент умная заливка Smart Fill. Вот этот. И опять же заливаю то, что мне нужно. Вот так. Вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. А теперь я беру, выделяю нужные мне объекты с шифтом. Вот эти серые. И оттаскиваю в сторону. Вот такая вот получилась штука. Нажимаю объединить. Weld. В одну кривую. Выбираю черный. Снимаю обводку. Вот половинка машинки у меня получилась. Это можно удалить. Выделяем этот объект. Ctrl-C. Ctrl-V. Копируем. То есть. У меня их стало два. Этот объект выделяем. И делаем отзеркаливание по горизонтали. Нажимаем. Две половинки. И за узелок соединяем между собой. Вот так. А вот она машинка. Выделяем. Объединяем. А вот такой набросок готов. В любой момент вы можете два раза кликнув. Или выбрав вот этот инструмент. За узлы потаскать. То есть как-то ее изменить. Можете просто выделить и менять размеры в зависимости от того, что вам нужно. Вот такая машина. Ну давайте поставим ее на место. Перетащим сюда. Нажмем Ctrl-End. Ctrl-End. То есть поместим ее назад. На самый низ под знак. Либо это можно еще сделать. А вот здесь вот Arrange. Order. То есть порядок. Это на вперед листа. Назад листа. Назад на шаг. Вперед. То есть в зависимости. Ну и порядок прорисовки объектов. Какой объект сверху. Какой снизу. Удерживая. Ctrl-End. Это вниз. Ctrl-Home. Это вверх. Ctrl-Page-Down. Это вниз на один объект. Ctrl-Page-Up. Это вверх на один объект. Нам нужно вниз. Делаем вниз. Ctrl-End. А вот наша машина. Ну и выставляем здесь ее так, как нам нужно. Поворачиваем. Ненужное можно удалить. Для этого мы опять же выбираем вот этот инструмент. И выделяем все ненужные узлы вот этого объекта. Выделяем. Нажимаем Delete. Выделяем Delete. Delete. И вот так. Есть другие способы обрезать эту машину. Их несколько. Ну я выбрал вот этот. Вот в таком виде теперь у нас знак. Осталось нам нарисовать человечка. Ну давайте нарисуем. Начнем с головы. Нарисуем произвольный кругляшок. Даже не обязательно совсем круглый. Есть. Давайте нарисуем туловище. Прямоугольник. Ну вот такое туловище. Опять же выберем инструмент вот этот. И сделаем ему углы. Можем повернуть. А далее у нас должны быть ручки и ножки. Нарисуем ногу. А вот такая нога. Давайте опять же сделаем радиус ей. Мы можем ее вытянуть. Давайте нарисуем заготовку для второй ноги. То есть я правой кнопкой выделяю. Перетаскиваю, удерживая правую кнопку. И нажимаю копировать здесь. И для рук. Раз. Вот. Четыре конечности у нас есть. Ну вот эта нога у нас остается прямой. Мы ее нарисуем. Повернем вот так. То есть кликаем. Кликаем еще раз. У нас появились вот эти стрелочки. И за них можно вертеть. Относительно центра. Повернули. И выставляем куда нам надо. Ну допустим как-то так. Пока так. Эти детали мы утащим. И дальше продолжаем. Берем следующую. Поворачиваем. Подставляем примерно вот так. Выделяем. Копируем. Поворачиваем. Подставляем примерно вот так. Ну давайте мы его подтащим к машине. Выделим все эти объекты. И посмотрим как получается. Ну вроде бы примерно то что надо. А теперь давайте лишнее вот здесь уберем. А для этого выделим все. Уберем заливку. То есть нажмем на крест левой кнопкой. И нажмем правой кнопкой на черное. Чтобы появилась обводка и убралась заливка. Вот в таком виде все у нас получается. А да. Давайте мы зальем то что нам нужно. Умной заливкой. А вот такой вот человечек. А теперь выделяем все эти объекты с шифтом. И объединяем в одну фигуру. А вот такой вот человечек. Ну лишнее можно удалить. А вот так. И давайте сделаем руки. То есть перетаскиваем сюда. Поворачиваем. Выставляем. Копируем. Вот так. Поворачиваем. И выставляем опять. А как-то так. И эту руку сюда. Поворачиваем. Как она у нас там. Ну вот таким образом. И выставляем здесь. Ну вот примерно как-то так. А повторяем процедуру. То есть выделяем. Убираем заливку. Назначаем правой кнопкой. Обводку. Ну здесь поправляем если нужно. И делаем заливку. Умную заливку. Так. Обозначаем силуэт. А теперь выделяем все это с шифтом. Смотрим. Все ли мы выделили. Перетаскиваем. Ага. А не все. А опять зажимаем shift. И выделяем оставшиеся объекты. Теперь все. А выносим его. И объединяем. Вот такой человек. А ну нам нужно еще пробелы вот здесь вот вставить. Да. Вот где рука и нога. Ну можно поступить следующим образом. Мы выделяем. Опять же убираем заливку. Чтобы остался только контур. И копируем его вот сюда. А вот делаем первую копию. И вот здесь вот копируем вот чтобы у нас вот с этой линией совпало вторую копию. Вот здесь у нас появился такой промежуток. Мы его зальем умной заливкой и уберем вот эти вспомогательные копии. А вот появился у нас такой кусочек. А мы два раза кликаем. Или вот этим инструментом выбираем. А вот за эти узелки мы потянем немножко вверх. Сюда. А за эти вниз. Чтобы немного он выходил за границы. Вот так. Выделим его. Выделим фигуру. И нажмем trim. То есть обрезаем. Вот он пробел. То же самое делаем вот здесь с ногой. Выделяем фигуру. Копируем ее. Так чтобы у нас появилась параллельно прямая. Делаем вторую копию. На глаз делаем размер промежутка. Копируем сюда. Опять берем умную заливку. Заливаем. Удаляем лишнее. Вот это и вот это. А вот у нас этот кусочек. Выделяем его вот этим инструментом. За узлы немножечко вытаскиваем. В стороны. А вот так. И обрезаем. Выделяем. Shift. Зажимаем. Выделяем большой объект. И нажимаем trim. А вот таким образом. Опять выделяем объект левой кнопкой по цвету черный цвет. А обводка нам не нужна правой кнопкой по кресту. А вот такой человечек. А вот здесь вот можно поправить. Просто два раза кликнув по узлу мы его убираем. А вот за эти вот линии мы можем за эти стрелочки кривую подровнять. Но когда вы начнете этим пользоваться, вы поймете насколько это не сложно. Если вы видите, что здесь есть какие-то дефекты, можете лишние узлы удалить или добавить где нужно. Мы будем считать, что человечек готов. Мы его переносим сюда, к машине. Подгоняем по размеру. Ну то есть сделаем его немного меньше, наверное, да? Вот как-то так. И опять же нажимаем control and. То есть отправляем его назад. И смотрим, может быть его надо повернуть. Может быть его нужно увеличить. И если возникает ощущение, что вот эта полоса слишком толстая, мы можем ее сделать чуть-чуть потоньше. То есть весь этот контур. Можем выделить красный знак, нажать правой кнопкой на белом, задать обводку. То есть да, вот здесь вот у нас появилась информация, что обводка 0,2 мм. Два раза кликнем и зададим здесь, допустим, 1 мм. Вот так появилась обводка. Ну допустим, она нас устраивает. И мы хотим ее как бы вырезать из красного. Для этого мы нажимаем при выделенном этом объекте с обводкой. Нажимаем arrange. Вот здесь вот. И convert outline to object. То есть конвертировать обводку в объект. Нажимаем. Теперь у нас это не обводка, а отдельный белый объект. То есть давайте для наглядности я его сделаю синим. Вот он. Мы выделяем этот синий объект. Зажимаем shift, выделяем красное. У нас оба объекта выделены. И нажимаем trim. Обрезать. Обрезаем. То есть если мы сейчас синий объект удаляем, мы видим, что толщина красной линии стала меньше. То есть вот таким образом. И вот эти вот палочки нам нужно нарисовать. Давайте мы их нарисуем. Берем прямоугольник. Рисуем палочку. Закрашиваем черным цветом. Убираем обводку. И давайте сделаем размножение по кругу. Перетащим ее пока в сторону. Кликнем второй раз. Появляются вот эти вот замечательные уголочки. Наводим на центр. Зажимаем левую кнопку и перетаскиваем этот центр куда-то вот сюда. Относительно него будем вращать. Вот он здесь. Теперь заходим в окно на вкладку window. Окна. Dockers. И здесь выбираем transformations. Position. Выбрали. И здесь вот на вкладке поворот. Вот здесь вот мы можем задать поворот относительно центра. То есть выделяем объект. И задаем угол. Ну допустим 30 градусов. И нажимаем apple to duplicate. То есть повторить и копировать. Вот так вот у нас получается. Ну это не совсем то, что нам нужно. А то есть я делаю отмену. Ctrl Z. Все отменил. И переношу центр вот этот немножко повыше. И повторяю операцию. Ага. Вот теперь более-менее то, что нужно. Выделяем все получившиеся объекты. Перетаскиваем сюда. Еще раз кликаем и поворачиваем. Давайте я с шифтом выделю их все. Все эти палочки. Нажму Ctrl G. Ctrl G это группировка. Сгруппирую и они у меня будут таскаться все вместе. За уголок немножечко уменьшу. И подтащу. Ну вот как-то так. Да, примерно похоже. Машинку могу еще поправить немного. Ну вот так вот. Здесь у меня появилась щель. Но это не беда. Мы выделяем. Выделяем вот эти вот узлы. И просто их сюда аккуратно перетаскиваем за знак. Ну вот будем считать, что графическая часть готова. Рисунок. Осталось набрать текст. Это мы убираем. Выбираем шрифт. Щелкаем здесь. И набираем текст за главными буквами. А вот такой текст. И выровняем его вот этим инструментом. Центр. Выберем шрифт. Вот здесь. Ну допустим вот такой. Растянем. Можем уменьшить пробелы между строками вот этим вот инструментом. Выделяем текст вот этим инструментом. Нажимаем. И вот за эту вот штучку, за этот вот уголочек тянем, уменьшая размер между строками. За этот вот это между буквами. Делаем так, как нужно. Выравниваем относительно знака. А вот такая вот табличка. Какой ее размер наружный периметр, это уже выбирать вам. Как вам удобнее. Я все это выделю. Сгруппирую Ctrl G. И выравниваю относительно периметра. Нажму C и E. А вот такая табличка. Плюс этой векторной таблички в том, что ее можно увеличивать до любого размера. И при этом она не потеряет своего качества. Можете распечатать ее хоть в виде флага. А после того, как вы сделали файл, вы можете его распечатать на цветном принтере. Либо просто сохранить ее. Сохранить как? В любом нужном формате. От иллюстратора до JPEG. Как вам угодно. Любого размера. При этом качество останется на должном уровне. И я надеюсь, что вы научитесь хоть немного пользоваться, если не умели, этой замечательной программой Coral. На сегодня все. До новых встреч. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok